Если у вас есть с собой Библия, откройте, пожалуйста, послание Ефесянам, 6 главу. Ефесянам, 6 глава. Дамы и господа, возможно, вы не знали и не понимали, что у вас есть враг, противник. Есть тот, кто хочет украсть, убить и погубить. Тот, кому вы очень не нравитесь, кто хочет взять и уничтожить вас. Ефесянам, 6 глава. Давайте прочтем Ефесянам, 6 глава. 10 глава. 12 глава. Вы готовы? Начали. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. А вот как это звучит в расширенном переводе. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, черпайте силу в союзе с Ним и могуществом силы Его». Это сила, которая заключена в Его безграничном могуществе. Бог говорит вам, в этой войне вы будете сражаться не своими силами. В 10 стихе нам дано повеление укрепляться кем? Господом, а не своей собственной силой. Повернитесь к соседу и скажите, я укрепляюсь Господом. Поэтому будьте осторожны, если начинаете уповать на свои возможности. Осторожнее с попытками справиться со всем самостоятельно. Павел пишет, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы». Чьей? Его. Его силы. Обратите внимание, что ключ к успеху в духовной войне — это покориться силе Божьей, отдаться Божьему могуществу и владычеству. Поэтому вам придется учиться не рассчитывать на свои возможности, а полагаться на Его возможности, не рассчитывать на свои силы, а полагаться на Его силы. Далее, в расширенном переводе в стихе 11 говорится, «Облекитесь во всеоружие Божье, полное воинское вооружение, которым обеспечивает Бог, чтобы вы могли успешно противостоять любым обманным стратегиям дьявола». У врага есть определенная стратегия. Он строит козни. Это слово буквально означает «обман», «надувательство». Итак, вражеские стратегии — это реальность. И здесь говорится, чтобы противостоять его козням, вам необходимо облечься во всеоружье, то есть в Божье Слово. Вы будете сражаться, укрепляясь с Его силой. Вы должны вооружиться Словом Божьим. Если вы будете усердно питать свою веру, пока в этом нет необходимости, у вас будет большой запас веры в момент, когда она понадобится. Вы услышали? Если вы будете питать свою веру, кормить себя Божьим Словом, когда в этом нет необходимости, провозглашая свое исцеление, когда вы здоровы, провозглашая изобилие, даже когда вы не имеете ни в чем недостатка, если у вас будет много Слова и веры в сердце, пока в этом еще нет особой необходимости, то когда вера понадобится вам, у вас ее будет с избытком. Далее идет стих 12, где говорится, «Потому что ваша брань не против крови и плоти, не против физических противников». Так что если вас кто-то достает на работе, то это не сам человек, это Дух, который стоит за этим человеком. Иногда, когда у вас возникает с кем-то конфликт, нужно вести духовную войну, а не бросаться на человека со словами, «Сейчас я тебе покажу». Вы должны понять, что это духовная битва. Нужно сказать себе, «Секундочку, это сейчас злой дух действует через нее, пытаясь уязвить меня». И раз вы это поняли, то говорите, «Отец, я связываю сейчас духа, который пытается воздействовать на меня через нее. Я буду поступать по любви». Вы сражаетесь не с чем-то материальным, но против деспотизма власти, против вглавенствующих духов и мироправителей нынешней тьмы, против духовных сил зла в небесной сверхъестественной сфере. Вы должны понимать, что есть невидимый враг, который выступает против вас. Этот невидимый враг подчиняет себе других людей, и если они позволяют ему это сделать, действуй через них, чтобы причинить зло вам. против этого невидимого врага вы и боретесь. Есть секрет победы в духовной войне. Есть нечто такое, что если вы усвоите это сегодня, то в дальнейшем сумеете победить даже невидимых врагов. Если сегодня вы это усвоите, то будете понимать, что вам нужно, чтобы одержать победу. Знаете, иногда складывается впечатление, что весь мир против тебя. Ну, Господи, что такое? Я делаю шаг вперед, два шага назад. Но послушайте, я говорю вам, за вас больше, чем против вас. Потому что если Бог за вас, то что Он говорит? Кто против вас? Давайте рассмотрим несколько стихов из Писания. Мы будем изучать Божью стратегию, с помощью которой вы победите в любой битве. Послание Иакова, 4 глава. Иакова, глава 4. Возможно, у вас проблемы в семье, в браке, в финансовой сфере. Аллилуйя. Как ты благ, Господь. Итак, вы сражаетесь не за победу. Вы сражаетесь с позицией победителя. Вы слышите меня? Вы сражаетесь, зная, что победа уже одержана. Мы иногда чувствуем себя так, как будто бьемся за победу, не понимая, что мы уже победители. Итак, сражаясь с позицией победителя, вы можете наслаждаться плодами победы. Вы стоите на позиции исцеленного и принимаете исцеление, здоровье. Вы стоите на позиции «я уже праведен» и принимаете праведность. И я стою на позиции «я уже святой». И начинаете жить свято. Мы мыслим так, будто бы идем от поражения к победе. Но в день, когда вы родились свыше, вы уже победители. Вы стали святым исцеленным, свободным. Поэтому думайте так, я больше не сражаюсь за победу. Я сражаюсь как уже победивший человек. Что значит позиция победителя? Я уже одержал победу. Я уже победил. И я исхожу из этого понимания. То же самое с небесами. Я не борюсь за то, чтобы попасть на небеса. Я уже там. В день, когда я родился свыше, Бог меня посадил со Христом на небесах. Кто из вас верит, что вы посажены с Ним на небесах? Поэтому хватит беспокоиться, попадете на небо или нет. Вы уже там. Вы слышите? На самом деле, я не просто уже там. Я посажен там с Ним. С Ним на небесах. И что я теперь делаю? Со своего места на небесах я смотрю на все, что делаю. И делаю, исходя из своего небесного положения. И вот, что я скажу вам. В моей жизни это такое благословение. Я не борюсь за победу. У меня уже есть победа. Я воюю с позицией победителя. Слава Богу. Поэтому, знаете, вы не боретесь за победу. Слава Богу. Вы уже победители. Кто в это верит? Вы должны верить, что уже победили. Потому что это полностью изменит вашу стратегию. Аллилуйя. Я уже победитель. Повернитесь и скажите. Я уже победитель. Я побеждаю. Я побеждаю. Я даже не знаю, какая у вас битва. И не важно, что это за битва. Потому что Иисус уже дал вам победу. Вот что сказал мне Господь. Сын мой, не смотри на то, где ты сейчас на пути к своей победе. Пройди немножко вперед, чтобы увидеть то, что вижу я. Может быть, со своего места вы не можете видеть того, что видит Бог. Может быть, вам нужно верой увидеть то, что уже видит Бог. Давайте сделайте шажок. Пройдите дальше. И еще один шажок. Посмотрите дальше. И еще шажок. Пройдите дальше. И вот вы уже продвинулись достаточно далеко, чтобы увидеть, что хотел сказать вам Бог, когда вы были еще здесь. Когда он говорит, что вы уже победили, а вы не можете разглядеть этого со своего места, это не значит, что у вас нет победы. Так, пора прекращать. Мы побеждаем. Мы побеждаем. Да, бра-доллар, но мне нечем платить за... Да, в твоем сегодняшнем положении тебе кажется, что денег нет, но посмотри чуть дальше. И когда придет пора расплачиваться, ты увидишь, что сделал Бог, как я сказал. Посмотри чуть дальше. Нет, вы не понимаете, мои дети. Погодите, погодите. Вы не видите того, что видит Бог. Бог говорит, род правых благословится. Вы должны научиться доверять Ему, доверять Его силе. Потому что вы выйдете из этих дверей, вот здесь свернете за угол, пройдете еще немного за тот поворот, и оттуда вы увидите то, чего не видели отсюда. Богу нужно доверять. Нужно доверять Богу. Ему нужно доверять. Господи, я доверяю Тебе. Поднимите руки и скажите, Господь, я доверяю Тебе. Я доверяю Тебе. Потому что то, что вы до сих пор делали, не работает. Вы работали на трех, четырех, пяти работах. Горбились, как проклятые. Пора довериться Богу. Я сказал, пришла пора довериться Богу. Не знаю, до чего мы докатились, но слава Богу, что мы до этого докатились. Мы придем на небеса, мы придем туда с победой, придем головой, а не хвостом, придем церковью без пятна и порока, потому что мы доверяем Богу. Мы доверяем Богу. И то, через что вы проходите сейчас, вас не поколеблет. Вы не должны сомневаться из-за того, что с вами происходит сейчас. Вы должны, как апостол Павел, это в Деяниях 20-24, глядя на то, что вокруг, скажете «Я, невзирая ни на что, это меня не поколеблет». Вы должны не дорожить своей жизнью, но нести свидетельство о чудесном Евангелии благодати Божьей. И вот тогда-то Бог и посетит ваш дом сверхъестественным образом, потому что Он хочет, чтобы у каждого из вас было собственное свидетельство о чудесной силе Его благодати. И когда эта благодать пришла в вашу жизнь, и вы исцелились, освободились, снова обрели мир и радость, вы больше не заботитесь и не беспокоитесь. Вы можете идти свидетельствовать об этой удивительной силе благодати. И вдруг куда-то исчезнет вся ваша гордость и высокомерие. И вам совершенно все равно, что подумают о вас люди. Вы способны свидетельствовать о чудесной силе благодати. Благодарю Тебя, Господь. Благодарение Иисусу. Слава Христу. Спасибо, Иисус. Как хорошо, что Иисус опять с нами в церкви. Это потому, что мы уповаем только на Христа. Хорошо, Господь, я скажу это, если ты так хочешь. Аллилуйя, слава Богу. Я знаю, что такое чувство собственного достоинства. Я понимаю, когда учат повышать свою самооценку, чувство собственного достоинства. Но вот чему я сегодня пытаюсь вас научить. Когда ваша самооценка падает, нужно учить не собственному достоинству, а достоинству Христа. Помоги себе сам. Не помогло. Господи, помоги. Поможет. Я буду верить в «помоги Господи», а не «помоги себе сам». «Кто надеется на себя, тот глуп», — говорит Господь. Нет, нет, хватит надеяться на себя. Я надеюсь на Христа. На Христа уповаю. Аминь. Слава Богу! Иакова, глава 4. Вы уже там? Итак. Давайте начнем с 6 стиха и прочтем до 7. Стих 6. Готовы? Читаем. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». В расширенном переводе здесь сказано, «Но Он дает нам все больше и больше благодати, силы Святого Духа, чтобы встретиться с этим злом». Поэтому, говорится, Бог выступает против гордых и надменных, но дает постоянно, мне это нравится, благодать смиренным, тем, кто достаточно смирен, чтобы ее принимать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Здесь есть два момента, на которые нужно обратить внимание. Первое. В Библии говорится, что Бог будет давать больше и больше благодати смиренным. Он сопротивлялся гордым. Смиренный человек — это тот, кто в первую очередь в своей жизни подчиняется и повинуется Божьему Слову, Божьей воле и Божьему Слову. Такому человеку, тому, кто подчиняется Божьему Слову и Божьей воле, Бог обещает давать все больше и больше благодати. Но тому, кто горд и кто полагается больше на свои собственные силы, на свои дела, Бог говорит, этому я сопротивляюсь. То есть, представьте, подходит к вам человек и спрашивает, скажи, как тебе удалось добиться таких успехов? А вы отвечаете, знаешь, это просто благодать Божья. И тогда Бог говорит, я дам еще больше благодати. А если наоборот, как вы достигли таких успехов? Сейчас я научу вас пяти шагам. Гордыня. Во-первых, надо каждый день молиться. Во-вторых, вы должны обязательно пройти вот этот курс. В-третьих, видите ли, вы больше покоряетесь не Богу, а тому, что вы сами делаете. Поэтому Бог говорит, я не могу дать этому человеку больше благодати, потому что он считает этот успех своей заслугой, а не моей. Что происходит, когда к вам подходит человек и спрашивает, как вам удалось достичь успеха? И вы отвечаете, это благодать Божья. У него появляются надежды, что если эта благодать помогла вам стать успешным, то она может помочь и ему. Но если мы постоянно возвеличиваем свои усилия, которыми мы гордимся, свои программы, которыми мы гордимся, Бог говорит, это гордость, я этому противлюсь. «Брат Доллар, как вам удается делать то, что вы делаете?» У меня один ответ. Благодать. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 15.10, «Но благодатью Божью есть то, что есть». Не потому, что я каждый день два часа молюсь, четыре часа изучаю Библию и пощусь раз в неделю. Это фарисейство. Будьте очень осторожны. Не надо приписывать никаких заслуг своей религиозной деятельности. Ты есть тот, кто ты есть, благодаря Иисусу Христу. Ты есть тот, кто ты есть, благодатью Божьей, которая присутствует в твоей жизни. И это то, что надо видеть этому миру, то, что надо слушать этому миру. Благодатью Божьей есть то, что я есть. Бог говорит, знаете что, тому, кто так живет, я дам еще больше благодати. Но если, добившись успеха, вы хотите приписать это себе, как тогда это возможно, если вы забываете о Божьей благодати? Бог говорит, гордому я противлюсь, но я дам еще больше благодати смиренному, тому, кто покорится ей. Аллилуйя. Вот такому человеку говорит Бог, я дам еще больше благодати. Далее говорится, итак, покоритесь Богу. Покоритесь Богу, покоритесь Его власти, покоритесь Его силе. Это значит, доверьтесь Ему. Покоритесь и доверьтесь Ему. Покоритесь тому, что говорит Его Слово, Его благодати. Покоритесь Его незаслуженной милости. Кто-то скажет, а с чего ты взял, что ты заслуживаешь успеха? Тебе всего 22 года. Отвечайте, ну да, я не заслуживаю. Поэтому я подходящий кандидат на незаслуженную милость. Скажите слух, на меня изливается незаслуженная милость. Как раз того, кто считает, что этого не заслуживает, и ищет благодать. Бог не ищет человека, который считает, что заслужил благодать. Он не ищет того, кто из кожи вон лезет, чтобы сказать, вот теперь-то я это заслужил. Не того, кто тычет в свой длинный список добрых дел. Благодать дается тому, кто признает, я этого не заслуживаю. Скажите еще раз, на меня изливается незаслуженная милость. И Бог говорит, знаете что, и открывает нам один маленький секрет. Он говорит, если вы покоритесь, Он убежит от вас. Оу, смотрите, чему покориться? Если вы покоряетесь благодатью, покоряетесь и доверяете Его возможностям, покоряетесь и доверяете Ему больше, чем себе и своим делам, тогда Он говорит, что Сам даст силу и даст благодать. И вот, что я вам скажу. Он гарантирует, дьявол убежит от человека, который покоряется и доверяет Богу больше, чем доверяет себе. Дьявол бежит от человека, который покоряется Божьей силе и Божьей незаслуженной милости больше, чем своим собственным усилиям и способностям. Бог говорит, этот человек доверяет Мне, и дьявол отступает. Он бежит. Слово, которое здесь переводится как убежит, означает удирать в страхе. Вы страшно пугаете дьявола, когда отказываетесь уповать на собственные силы и способности. И принимаете решение, вот в этом я доверяюсь Богу. Мы доверяем Богу в финансах, нам будет чем заплатить по счетам. Мы доверяем Богу в своем браке. Я не представляю, как брак может существовать без Божьей благодати. Слышали, как один человек рыдал на кладбище над могилой. Громко так рыдал, он плакал, слезы лил. И священник ему говорит, ну успокойся, все будет хорошо. Скажи, кто это? Ваша жена? А тот отвечает, нет, это ее первый муж. И опять в слезы. Что же ты наделал? Как ты мог оставить меня одного с ней? Ну все. Давайте откроем 1 Петра, главу 5. Вот он, маленький секрет. Надо покориться, и дьявол убежит от вас. Он убежит от вас. Мы покоряемся этой великой благодати. 1 Петра, глава 5. Стихи 5-8. Слава Богу. Знаете, я говорю так громко, потому что я думаю, дьявол не хочет, чтобы это проповедовалось. Но я буду проповедовать, и буду делать это громко. И я сейчас это проповедую, и с этим ничего нельзя поделать, потому что ангелы со мной. Я еще не дошел до самой лучшей части. И знаете что? Этого достаточно, этого последнего стиха вам будет достаточно, чтобы одержать победу. 1 Петра, глава 5. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, потому что так приходит благодать, приходит сила, приходит незаслуженная милость. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Что я делаю? Я доверяю крепкой Божьей руке. Несколько лет назад я учил о Божьей руке. Когда в такой жизни действует рука Божья, о, тогда ты доверяешь Богу. Смиритесь под крепкую руку Божью. Доверьтесь Его силе. Доверьтесь Его могуществу. Доверьтесь крепкой руке Божьей. Я доверяю Богу. И знаете, когда вы доверяете Богу, что все получится в свое время, тогда вам не надо беспокоиться о том, как пробиться своими силами, как продвинуть свои планы, свои методы. Вы говорите, я не знаю, как это получится, но я доверяю Богу, я верю Богу. Я полагаюсь на Него, я зависим от Него, я полностью доверяю Ему. И в свое время Он сделает то, что нужно. И знаете, Бог не так уж часто вызывает какие-то события. Скорее, когда вы уже находитесь в гуще событий, Он использует эти возможности для вашего развития, чтобы поднять вас на новый уровень. Он совершенствует вас для следующей жизненной ситуации. Кто-то из вас думает, почему моя жатва еще не пришла. Он готовит вас к ней. Вы еще не готовы к тому, что Бог хочет вам дать. И вам нужно просто быть терпеливыми и сказать, я доверяю Богу. Я знаю, что сейчас я этого не вижу. Я знаю, что это еще не пришло. Прошло уже несколько недель, но все равно буду верить Богу. Я доверяю Его благодати. Его благодать уже сейчас работает в моей жизни. И мне нужно просто довериться Богу и знать, что когда я пройду чуть дальше по этому пути, я увижу все, что нужно в свое время. Аминь. Ну-ка скажите громко, для всего в жизни есть свое время. И поскольку всему свое время, вопрос не в том, будет ли это, а когда это будет. Писание говорит о том, что Он что-то извлекает из нас, чтобы впоследствии что-то в нас вложить. Аминь. Стих 7. Он говорит, «Теперь, когда вы смирились и доверяете Богу больше, чем своим планам и своим способностям, вот что надо делать. И это будет доказательством, что вы по-настоящему доверяете Богу. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Это доказательство, что вы доверяете Ему. Возложите свои заботы на Него, потому что Он заботится о вас. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Лучший способ показать Богу, что вы Ему не доверяете, это тащить на себе груз всех своих забот. И если мы христиане, нам надо научиться оставлять груз забот. И это проще сказать, чем сделать. Когда наши мысли и эмоции постоянно подвергаются атакам, у вас постоянно есть соблазн нести эти заботы. «Господи, я не собираюсь это брать на себя. Боже, это Твое дело». И когда вам на ум приходит другое, вы говорите, «Стоп, стоп, это к Богу. Я буду доверять Ему». И когда приходит искушение начать беспокоиться, беспокойство — это негативные мысли о чем-то, например, о том, что вас беспокоит. И вы говорите себе, «Нет, я не буду об этом переживать». И это приходится делать не один раз. Враг будет приходить, пока вы не докажете ему, что действительно верите Богу. Так что будьте готовы к бою. Будьте готовы потрудиться, чтобы обрести покой. Может быть, два-три дня вам каждый час будут приходить эти мысли. И вы будете говорить, «Нет, Слово говорит так-то и так-то». «Я не буду ни о чем беспокоиться. Я полагаю свои заботы на Него». И потом вы поете. Приходит мир. А через час — все сначала. «Нет, Слово говорит так. Что я делаю?» «Я тружусь». «Нет, вот как говорит Библия. Приходит страх». «Нет, это страх не от Бога». «Бог не дал мне духа страха, но духа любви, силы и целомудрия. Я не стану паниковать. Я свои заботы возлагаю на Него. И за этим следует два-три часа покоя». Это как схватки в родах. «Я не хочу показаться религиозным, но этот враг давит на вас. Он нападает. Он хочет, чтобы вы проиграли эту битву». Второе Коринфянам, глава 12, стихи 8 и 9. «Слава Богу, Аллилуйя!» «Слава Богу!» «Ваш дом приходит сверхъестественное. Да, Господь, я это сделаю. Сверхъестественное уже в вашем доме. И я не имею в виду бесов. Не полтергейстов. В вашем доме Божьи чудеса. Они в вас, и они в вашем доме. Доверяйте тому, кто вы во Христе». Рассмотрим стих 7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть». Что это за жало? «Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Знаете, что он говорит? «Господи, Господи, пожалуйста, убери это из моей жизни». Друзья мои, перестаньте молиться, чтобы Бог что-то от вас удалил. Перестаньте молиться, Господи, если бы только ты убрал этих людей от меня подальше. «Они мне жало вплоть. Убери их, Господи». «Дорогой Иисус, убей их, пожалуйста». Нет. Дальше Павел говорит что-то потрясающее. Он пишет, «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». И смотрите, что ответил Бог. «Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодатью Моя, ибо сила Моя совершается в немощи». Вы слышали? Он говорит, «Не молитесь, чтобы я убрал это от вас. Молитесь, чтобы вам в вашей слабости укрепиться Моей силой». Бог говорит, «Когда враг атакует вас, его благодати, которую он здесь называет своей силой, достаточно для вас». Девятый стих. «Но Господь сказал мне, «Благодати Моей, благоволения, доброты и милости достаточно для тебя на случай любой опасности, и она дает тебе силу мужественно переносить невзгоды, потому что Моя сила и крепость совершаются, достигают в высшей степени и проявляются наиболее эффективно при твоей слабости». И поэтому я гораздо охотнее и радостнее буду хвалиться своими слабостями и немощами, чтобы крепость и сила Христа Мессии обитала во мне, раскинулась, словно шатер, надо мною». Я благодарю Бога, что когда вы через что-то проходите, Бог раскидывает над вами свой шатер и обитает с вами. Но вам нужно научиться быть слабыми в своей человеческой силе, чтобы быть сильными силой Его благодати. И иногда, поскольку нам очень хочется чем-то похвалиться, мы хотим быть сильны своей собственной силой, а не силой Бога. Вы сильны Его силой, только когда отказываетесь от своей. Знаете, что касается меня и моих способностей, я буду с вами откровенен. Может быть, это нелегко. Бог знает, что некоторые из вас в этом году пережили тяжелейшую боль, но я хочу, чтобы вы знали. Бог был с вами во всем этом. Некоторые из вас оглядываются назад и говорят, «Сам не понимаю, как выбрался из этой ситуации». Здесь-то и проявляется Его сила в вашей слабости. Но давайте не будем ждать, когда наступит трудный момент, когда вы окажетесь слабы, и вам потребуется Его сила. Давайте сейчас учиться жить смиренной жизнью, не уповая на собственные силы, но укрепляясь силою Божьей. Павел говорит, «Я этому научился». Мы видим это в стихе 9. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И далее, посему, потому что я теперь это знаю, посему я благодушествую в немощах, в обидах и нуждах и гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Павел говорит, «Ну давай, дьявол, ты всего-навсего даешь мне возможность бессильным в Господе». Аллилуйя. Вы знаете, что дьявол никак не может понять. Вы говорите ему, «Ну давай, давай». Знаешь, с кем ты будешь сражаться в конечном счете? С ним. Ты будешь сражаться с ним, потому что я сражаться с тобой не собираюсь. Я не буду сражаться своими силами, тем, что имею по плоти, своим умом, опытом, научной степенью, своими познаниями. Я буду немощен в своих человеческих возможностях, чтобы его возможности во мне возросли. И я буду верить в Господа и в то, что Он-то уж сумеет тебе нападать. Я не буду уповать на себя. Религия научила нас больше верить в себя, чем в Бога. Мы лучше себя чувствуем, потому что что-то делаем. Но весь Новый Завет о Боге. В Новом Завете нет проклятия, есть только благословение. Вы в нем не играете роли, только Бог играет роль в Новом Завете. И именно поэтому Завет работает безотказно и защищен от нашей глупости, потому что в Новом Завете все зависит от Бога. Все, что Он просит сделать вас, это верить, что Он прощает вам беззакония ваших, и грехов ваших больше не вспомнит. Бог говорит, «Если ты просто будешь в это верить, я возьму все остальное на себя. Я позабочусь обо всем сам». Напоминайте себе каждый день, «Бог омыл меня от греха. Бог сказал, я сам сделаю все, что нужно. Бог милостив к неправдам Моим. Он прощает беззакония Мои и грехов не вспомнит больше». Завет утверждается не на вас, а на Боге. И Бог сказал, «Мой Завет — это благословение, благословение, благословение. Это лучший Завет, утвержденный на лучших обетованиях. И все, что вам нужно сделать, это принять то, что сделала для вас кровь Христа. Все, что от вас нужно, чтобы вы приняли то, что сделал Иисус. Поверили, что Он уплатил ваш долг». Всякий раз, когда дьявол нападает и пытается внушить вам чувство вины и самосуждения, заставить вас заняться самоистязанием, всякий раз, когда вы смотрите на свои дела и пытаетесь соответствовать требованию Нового Завета, Бог говорит, «Нет, я хочу, чтобы ты просто верил, что я милостив к беззакониям твоим и грехов твоих не вспомяну более и не отдалялся, не прятался от меня, чтобы я мог изменить твои желания, чтобы ты узнавал меня, чтобы я мог вести направлять тебя и чтобы в твоем сердце утвердилось то, как надо жить. Я верну тебя к жизни, если ты будешь учиться жизнью моего Сына, а не от древа познания добра и зла». Это прекрасно. Древо жизни — это Господь Иисус Христос. Остается только сказать, «О, знаете, иногда, когда я учу, после вернувшись домой, я слушаю запись, я прослушиваю свои проповеди заново, потому что это не всегда говорю я». Иногда божественный учитель берет все в свои руки, и он говорит такое, чего я не знаю своим имом. И я слышал, что он сказал сейчас. Он говорит прямо сейчас, что вы снова стоите в Эдемском саду перед тем же самым выбором. Вы или будете есть от дерева познания добра и зла, религии и закона, или от дерева жизни, Христа и веры в Него. Я не собираюсь сделать ту же ошибку, что Адам. Я выбираю дерево жизни. Я буду постигать Христа. Я буду питаться от Него. Я буду питаться от Него. Кто-то сейчас исцеляется от артрита. Я правильно услышал? Вы исцеляетесь прямо сейчас во время проповеди. Я слышу это в моем духе. Аллилуйя! Аллилуйя! Пусть прямо сейчас начнется исцеление. Пусть начнется освобождение. Пусть ваша ситуация с работой начнет меняться сейчас. Почему? Потому что Господь простил грехи мои. Он милостив к неправдам моим. Я верю в это. И Он теперь может делать все, что хочет. По Новому Завету. Благословлять. Только одно Он и хочет делать. По Новому Завету. Благословлять. Здесь нет проклятий. Проклятий нет. Это завет благословения. Иисус, наш священник, под чину Милхиседека. Первое, что сказал Милхиседек, благословен. Как же не любить такого Бога? Мы видим Его любовь к нам в Его прощении. И всякий раз, когда вы напоминаете себе, Он прощает беззакония мои. Он грехов моих не вспоминает больше. Вы тем самым напоминаете себя и Его любви к вам. Ах, я не верю, что Иисус умер за мои будущие грехи. Вот что я вам скажу. Когда Иисус был на кресте, все ваши грехи тогда были в будущем. Если ваши прошлые грехи тогда были в будущем, если ваши нынешние грехи тогда были в будущем, потому что на кресте Он умер за все ваши грехи, когда вы еще не родились и их не совершали, не говорите мне тогда, что Он не может простить вам ваши грехи в будущем. Вот что я скажу. Он меня приобрел на всю оставшуюся жизнь. Я в этом участвую. Я буду служить этому человеку. Я в деле. Знаете, что имел в виду Павел, когда писал? Ни начало, ни силы, ни высота, ни глубина не может отлучить вас от любви Божьей. Сейчас я скажу что-то очень важное. Самое главное в этой войне. Дьявол может одержать в вашей жизни успех только одним способом. У него есть только одна возможность победить. Если вы ставите во главу угла свои успехи, свои усилия или действуете по закону. Когда вы ставите во главу угла свои успехи, это значит, вы считаете, что можете рассчитывать на все благословения Иисуса, только если вы соответствуете этому. Это значит, вы смотрите на свои дела и говорите, «Я слишком мало читал Библию», или «Я недостаточно постился, и поэтому у меня ничего не получится». Это значит, что вы сосредоточены на делах, и теперь дьявол может вас зацепить. Он нарушит вам сознание греха и чувство вины. И тогда вы собираетесь за кого-то молиться, и если вы ставите во главу угла свое соответствие, вы думаете, «Я недостаточно постился, поэтому вряд ли он исцелится». И, скорее всего, он не исцелится, потому что вы пытаетесь соответствовать, исходя из того, что делаете вы, вместо того, чтобы понять, вы подходите для этого только благодаря тому, что сделал Иисус Христос. Знаете, откуда это в вас? Так учат в церквях. Я сегодня утром сказал одному человеку, «Если бы я ходил в церковь, где все время учат, что я должен соответствовать, что это главное, я бы ушел оттуда рано или поздно». Потому что, когда ты ходишь в церковь и видишь, что ты все делаешь неправильно, сколько бы ты ни молился, ни ходил в церковь, ни жертвовал, это всегда мало. А главное соответствовать, когда тебе все время говорят, что с тобой происходит, это потому, что надо чаще ходить в церковь, это потому, что ты слишком мало молишься, потому что ты слишком давно не постился. Я не говорю, что это все не важно. Все, чего я достоин в этом случае, это чтобы дьявол одержал победу в моей жизни. Религиозность из-за конечества дает право дьяволу действовать в вашей жизни, потому что он будет использовать ваш образ мыслей, вашу сосредоточенность на вашей успешности, чтобы внушить вам мысль о вашей греховности. А когда вы озабочены своими грехами, вера не действует, и вы не способны принимать, но он не вспоминает более. Но, брат Доллар, если так учить, люди будут грешить постоянно? Нет, не будут. Правильно верить, правильно жить. Если вы поймете, как сильно Бог вас любит, вы захотите грешить меньше. Я уже рассказывал про моего пса. Пока я держал его на поводке в вольере, стоило его выпустить, он начинал носиться повсюду, как безумный. Но когда я решил оставить его на свободе и не запирать вольер, он был все время у крыльца, совсем ручной. Понимаете, свобода — это не стимул к тому, чтобы грешить еще больше. Свобода, прежде всего, приводит вас туда, где вы должны быть. Аллилуйя. Дьявол может победить в вашей жизни, если вы сосредоточены на том, насколько вы успешны в христианской жизни. Когда еще? Когда вы сосредоточены на собственных усилиях. Вы думаете так, вот что мне нужно сделать, чтобы исцелиться. Писание очень важно, но у вас смещается фокус. Вы начинаете уповать на свои усилия. Вы говорите, «Я буду провозглашать этот стих тысячу раз в день». Это и есть сосредоточенность на собственных усилиях. Слава Богу за возможность цитировать Писание, но когда вы исповедуете стихи из Писания, надо делать это твердо, зная, что Бог любит меня. Мы иногда слишком сосредоточены на собственных усилиях. Когда вы пытаетесь добиться результатов своими силами, Авраам пытался получить Исаака своими усилиями. Ребенком не родит служанка жены своими усилиями. Поэтому Бог 13 лет ничего не делал, пока у Авраама не истощились все идеи и силы. Вот тогда у вас все умрет настолько, что вы будете знать, ваше «Я» тут ни при чем. Вы еще не устали рожать Исмаилов? Может быть, вы уже готовы родить Исаака? Как это сделать? Поставить крест на собственных силах? Вот что делает дьявол. Вы пытаетесь добиться победы своими силами. И тогда он приходит и обвиняет вас в том, что вы пытались сделать что-то своими силами. Смотри, что ты наделал. Итак, первое, свои достижения. Второе, свои силы. Третье, жизнь по закону. Попытка жить под законом. И кто-то скажет, «Это как? Пытаться жить по десяти заповедям. Говорить людям, «Не кради, не убей». Закон совершенен. Закон совершенен в своем предназначении. Библия называет закон служением смерти, служением осуждения. И все же находятся люди, которые пытаются удостоиться благословений Божьих путем исполнения закона. И вы приходите к Богу и говорите, «Вот, я никогда не убил и ничего не украл». Многие из таких законников вообще не ходят в церковь и говорят, «Ну, я же не прелюбодействую, я не курю». Так говорят люди, которые живут по закону. Они пытаются претендовать на Божье благословение на том основании, что они не делают чего-то плохого. Но вот в чем дело. Когда вы живете по закону, вы даете дьяволу в руки оружие, с помощью которого он может вас победить. Когда вы живете по закону. Сколько проповедников проповедуют проповеди о десяти заповедях. Но десять заповедей были даны только для того, чтобы показать нам нашу истинную сущность, доказать нам на интеллектуальном уровне кто мы есть. Закон должен был заставить нас проявить себя как есть грешниками. Закон был дан, чтобы выявить это, чтобы мы увидели, что есть в нас и что нам нужен Спаситель, который придет и спасет нас. Но пока вы думаете, что можете спасти себя своими силами, и пока вы верите в свои силы, вы не поверите, что нуждаетесь в Спасителе, потому что вы продолжаете себя оправдывать. Вот это и это, это и то делаю правильно. Вот почему пришел Иисус, чтобы предельно ясно объяснить закон в чистом виде. Он говорит, вы слышали, что сказано, не убивай и исполнишь закон. Но я говорю вам, если ты смотришь на брата с ненавистью, ты виновен, потому что ненавидеть брата все равно, что убить. Он постоянно показывает им, вы думаете, что соблюдаете закон, но если ты ненавидишь брата, ты уже убил, потому что вы не исполняете закон. Он говорит, вы слышали, вообще все Евангелие об этом, как Иисус пришел показать людям, что они не исполнили закон, потому что фарисеи старались истолковывать закон настолько размыто, чтобы можно было его исполнить. Так Моисей сказал в законе, что жене можно дать разводное письмо. Иисус говорит, ну да, тут он снисходит до вашего уровня, но изначально было же не так. Изначально мужчина и женщина должны прилепиться друг к другу, так что вы не соблюдаете закон. Богатый молодой человек приходит к нему и высокомерно спрашивает, учитель благое, что я должен делать? Иисус говорит ему, если ты называешь меня Богом, посмотрим, доверяешь ли ты мне. Все эти заповеди я соблюдаю с юности моей. А Иисус ему говорит, ах, а одного тебе не хватает. Чего же мне не хватает? Возьми все, что у тебя есть, продай, раздай, следуй за мной. И дальше говорится, что юноша ушел. Он нарушил самую первую заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Евангелие о том, как Иисус пришел и показал, вот ваш закон. Он пришел и действовал, как пророк под законом, чтобы в совершенстве исполнить закон и показать остальным, что они не в состоянии сделать это без него. Помните, Иисус спросил самарянку, где твой муж? Она отвечает, у меня нет мужа. Он говорит, «Ну да, тот, с которым ты живешь, тебе не муж». И тогда ее реакция, «Вот это да, истинно ты пророк». И потом она хочет узнать, куда надо ходить на служение, потому что закон предписывал поклоняться в определенном месте. Но Иисус говорит, «Приходит время, когда вы будете поклоняться мне в духе истине». И так он говорит о законе в самом чистом виде. И тут же говорит, что приходит время благодати. И если вы не понимаете, о чем говорил Иисус, то вы будете пытаться жить, соблюдая все, что он говорил, не понимая, что он исполняет закон и в то же время вводит новый закон, новый завет. Например, Иисус говорил, «Если глаз твой тебя соблазняет, вырви его». Другими словами, он хочет сказать, «Только не надо мне рассказывать, что ты полностью исполнил закон. Твои глаза при тебе». А ты говорил, что они тебя соблазняют. Значит, ты должен был бы явиться ко мне без глаза. Если рука твоя соблазняет тебя, отруби ее. Если другая рука соблазняет, Бог дал закон не для того, чтобы сделать святыми людей, живущих в эпоху Ветхого Завета, и не для того, чтобы, исполняя закон, мы считали себя праведными в эпоху Нового Завета. вы спросите, зачем Бог дал десять заповедей? Он дал их, чтобы показать, что такое грех. Разумеется, люди не кричали, «А, караул, мы не знаем, как нам жить». Такого не было. Но Бог призвал Моисея и дал закон, потому что они даже не знали, что их поступки — это грех пред Ним. Он дал закон, чтобы показать им то, что вы делаете неправильно. И тут же Он заповедал сделать жертвенник и приносить там жертву, потому что знал, что они не в состоянии исполнить все заповеди в совершенстве. Богу мало, чтобы вы соблюдали первые три закона. По условиям договора необходимо соблюдать все. И в наших церквях сегодня есть люди, которые пытаются жить по закону. «О, Боже, что я натворил!» И вы приходите к Богу и пытаетесь жить по закону. И вы думаете этим заслужить спасение. А Иисус говорит, «Я знаю, что ты не заслуживаешь спасения. Это Я твой спаситель. Я простил твои грехи. Я милостив к неправдам твоим». И вот так дьявол лишается своего оружия. В Библии говорится, что Иисус взял рукописание, которое было против вас. «И пригвоздил ко кресту». Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. «И отнял силу властей и начальств. Как? Если нет закона, нет и греховной совести. А если нет греховной совести, дьявол не способен осуждать вас, не способен внушить вам чувство вины. И теперь вы познаете жизнь, глядя на Иисуса». Как в этом случае дьявол может воевать с вами? Не может. Духовная война происходит у вас в разуме. Вы заслужили греховную совесть. Библия называет ее порочной совестью, сожженной совестью. Греховная совесть — это когда человек даже не распознает, в чем он согрешает. А это так же, если вы постоянно ощущаете себя грешником. Все время зациклены на грехе. Знаете, где мы приобретаем греховную совесть? В церкви. Не в этой церкви. Раньше вы ее получали здесь. Было дело. Потому что я вам это внушал. Но этого больше нет. Потому что однажды я прочитал стих, в котором написано, «Если кто проповедует другой Евангелие или не Евангелие благодати, тому анафема». Мне и так достаточно бесов, с которыми приходится сражаться. Не хватало еще и проклятия. Нет уж, не надо мне анафемы. Я проповедую Евангелие благодати. Возможно, из-за этого я потеряю друзей. Может быть, кто-то больше не пригласит меня проповедовать и все такое прочее. Но вот что. Я лучше буду проповедовать здесь, где мы переживаем чудеса и знамения этой благодати. Я так рад, что я не умер и не предстал пред Богом со своим длинным списком. Впустите меня. Как в 18-й главе Евангелия от Луки. Луки 18, где фарисей говорит, «Я пощусь». Давайте прочитаем, пока есть время. Я сам не знаю, как я опять тут оказался. Евангелие от Луки, глава 18. Девятый стих. Притча о мытаре и фарисее. Мытарь — довольно интересная фигура. Он собирал налоги, деньги, и, скорее всего, был нечист на руку. Знаете, есть такая история. Умирает один пастор и просит дьякона позвать адвоката и налогового инспектора. И вот они явились и были слегка озадачены. Почему он позвал их, находясь на смертном адре? И он попросил одного встать слева, другого справа от кровати и говорит, «Я позвал вас, потому что Господь Иисус умер между двумя разбойниками, и я тоже хочу умереть такой смертью». Ладно, ладно, все. Девятый стих. Посмотрите. Этот мытарь был человек негодный. Стих девятый. «Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны». Смотрите, что тут говорится. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны. Они были уверены в своей правоте и уничижали других».